МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сладости с сюрпризом. Что? Коричневого цвета? В бисквитных рулетах нашли крупную партию синтетических наркотиков. И что такое подлом денег? Вы вот эти мелочи берете и начинаете сдавать ему сдачи с 5 тысяч, забыв о том, что купюры-то в руки-то не взяли. Как не стать жертвой мошенников? Это и не только. Прямо сейчас. Шестилетний мальчик погиб на месте, упав головой вниз с 9-го этажа. Трагедия произошла сегодня днем в Камских полянах. Родители не повели его в детсад. Мальчик приболел. Мама оставила его дома со своей подругой, но последняя отлучилась, оставив ребенка одного. Сергей Хайдаров с подробностями. Трагедия произошла во втором часу дня. В 13 часов 15 минут камера видеонаблюдения зафиксировала момент трагедии. Мальчик упал вниз головой с 9-го этажа. Шансов выжить не было. Ребенок погиб на месте. Вышел у него сразу первым делом пульс. Посмотрел, нету. Синий. Все откачивание бесполезно. Милицию вызвал. Момент трагедии. Мама мальчика не была дома. Она была в Нижнекамске на работе. Попросила подругу посидеть с сыном. В садик он не пошел, заболел и поднялась температура. По этой же причине женщина, которая сидела с мальчиком, не взяла его с собой, когда пошла в магазин. По предварительной версии, ребенок решил посмотреть в окно. Но москитная сетка не выдержала его веса и рухнула. Этого мальчика в доме хорошо знали. Говорят, он был веселым и общительным. Часто гулял с сестренкой. Здесь, наверное, с сестренкой, поменьше девочками, вдвоем. Сейчас все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам следственного комитета. Сергей Хайдаров, Эльвира Сефиулина, Марсель Джураев. Вызов 112. Сладкие бисквитные рулеты, опасные для жизни, обнаружили полицейские у пассажира легковушки, остановленные для проверки документов. Автоинспекторы к водителю претензий не имели, а вот к пассажиру возникли вопросы. Автомобиль ехал из Москвы в Новосибирск, пассажир должен был выйти в Челябинске. О том, что он вез совсем непростой груз, замаскированный под сладости, узнал только в Татарстане. Нафиса Минязова знает, что это было. Полицейские, а тем более понятые бисквит с такой начинкой видят нечасто. Автомобиль в Зеленодольском районе инспекторы остановили для рядовой проверки документов. К водителю вопросов не возникло, а вот пассажир вызвал подозрения. Мужчина заметно волновался и нервничал. Его досмотрели обычный багаж для человека в дороге. Только вот к бисквитным рулетам за тысячу километров так никто и не притронулся. Несмотря на то, что они были не в заводской упаковке. Их начинкой вызвало подозрение. Там были явно растительные вещества и какой-то порошок. Все отправили на экспертизу. Криминалистическим исследованием было установлено, что в свертках находились наркотические средства синтетического и растительного происхождения. Водитель о рулетах с наркотиками не догадывался. Ехал из Москвы в Новосибирск, но и взял попутчика до Чулябинска. С 33-летним мужчиной познакомился перед выездом и не знал, что тот всего несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы. Отбывал наказание за чашки и преступления. Пассажиры задержали. Водитель продолжил путь. Один сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере» и «Покушение на преступление». Если его вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Дожидаться суда он будет под стражей. Нафиса Минязова, вызов 112. На 4 года и 2 месяца лишения свободы. Такой приговор вынесут 23-летнему неоднократно судимому Артуру Казаряну. Он признан виновным в совершении разбойных нападений на два офиса микрофинансирования в Казани. Напомним, все произошло в ноябре минувшего года. Он заходил в офис и, угрожая сотрудникам ножом, забирал всю наличность. Ущерб только одной организации превысил 100 тысяч рублей. Рамиль Шайдулина – преступление и наказание. Момент одного из нападений запечатлела камера видеонаблюдения. Вот молодой человек заходит в офис, в руках при этом держит нож. Угрожая расправой, он требует отдать всю имеющуюся наличность. Напуганная за свою жизнь сотрудница с поднятыми руками направляется за деньгами, после чего отдает их. Немного, а все же центр микрофинансирования. Спустя 10 дней в полицию поступает сообщение о точно таком же ограблении, не только из другого офиса микрозайма. Сотрудники отделения по раскрытию грабежей и разбоев уголовного розыска управлением ВДРС по городу Казани, совместно с коллегами из отделов полиции, на территории которых произошли преступления, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к совершению преступления причастен один и тот же человек. Совпадали не только описания его внешности потерпевшими, но и характер совершения преступных действий. Оперативники выяснили местонахождение мужчины и задержали его в тот же день. Задержанный 23-летний неоднократно судимый житель Краснодара свою вину признал полностью. Уголовное дело было возбуждено по статье «Разбой, совершенный с угрозой применения оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья». По решениям суда Артему Казаряну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Рамиль Шайдулин, Афиса Минязова, Вызов 112. Мы продолжаем рассказывать вам о самых популярных видах мошенничеств и способах защиты одних. Сегодня речь пойдет о так называемом «подломе денег». Метод достаточно старый, но все еще действенный. Как правило, жертвами такого обмана становятся работники торговли. О схеме обмана и как не попасться на крючок мнимых покупателей расскажет Анна Граднова. Метод «подлом купюр» среди любителей легких денег известен уже давно, однако актуальности своей с годами не теряет. Жертвами становятся, как правило, продавцы торговых точек в проходных и многолюдных местах. К примеру, в начале этого года татарстанские полицейские задержали 51-летнего жителя Пятигорска, а мужчина, действуя по одной и той же схеме, обманул нескольких кассиров магазинов и заведений быстрого питания. «Злоумышленник делал заказ напитка или покупал товар, стоимость которого не превышала 100 рублей, и для его оплаты передавал кассиру 5000 рублей. После этого, под предлогом того, что нашлись менее крупные деньги, забирал купюру обратно. Продолжая разговор с продавцом, еще какое-то время брал сдачу с якобы ранее отданных 5000 рублей и уходил. Только в конце рабочего дня выявлялась недосдача денежных средств в кассе». Ловкость рук, но все же мошенничество. Тут все направлено на отвлечение внимания, чтобы кассир забыл, что отдал купюру обратно. При большом потоке клиентов отвлеченный разговором продавец часто действительно об этом забывает. Расплачиваться за невнимательность и возмещать недостачу приходится самим обманутым. «Вы, например, отворачиваетесь, чтобы передать какой-то товар, вот он, например, я этот товар хочу, и он вам начинает отчитывать мелочь. То есть мысленно, как будто вы эти деньги-то и взяли, но вас тут отвлекли, тут еще рядом кричит кто-нибудь. И вы вот эти вот мелочи берете и начинаете сдавать ему сдачу с 5000. То есть забыв о том, что купюру этого в руки-то не взяли. Вот в этот момент передачи проходит отвлечение». В такие моменты, советуют полицейские, стоит быть особо внимательными, чтобы получить максимальную выгоду. Злоумышленники используют крупные купюры, а своими жертвами выбирают чаще всего уже уставших продавцов. Но даже если почувствовать неладно и задать вопрос аферисту, тот так просто не сдастся и будет настаивать на своем. В этом случае не стоит пугаться и расставаться с деньгами. «В основном, во всех магазинах есть видеонаблюдение. Можете сказать, вот у нас есть видеонаблюдение, мы можем посмотреть, что вы мне не дали денежные средства. И если вот именно в эти пару фраз вы мне не дали, вы все-таки отстояли свою точку зрения, и действительно вы не брали эти денежные средства, обычно он даже не забирает товар, а уходит». При попытке обмана, говорят полицейские, не стоит стесняться и терять время, а не замедлительно обращаться в правоохранительные органы, обезопасив тем самым себя и коллег. Анна Городнова, Арат Назипов, Вызов 112. «Лада Приора» и «Лада 14-й модели» столкнулись сегодня днем на пересечении улиц Декабристов и Волгоградская. Водители сами не поняли, кто стал виновником произошедшего и почему все так произошло. Один из них хотел развернуться, а второй повернуть налево. Алина Мусина выслушала мнение каждого. «Ну вот только тронулись, стрелка загорела, все поехали. И он, походу, остановился, что ли, я даже не помню, все сразу вылезло». Автоледи рассказала, с левого ряда улицы Декабристов хотела повернуть на Волгоградскую. Но прямо перед ней, среднего ряда, перестроилась «Лада Приора», она ехала чуть впереди. Ее водитель хотел развернуться, но на середине перекрестка их траектории с «Ладой 14-й модели» пересеклись. Девушка не успела затормозить и остановиться, говорит, что не понимает, кто виноват произошедшим. Считает, что ситуация спорная. А вот мужчина, водитель «Приоры», сначала вроде как признал свою вину, но потом видит сомнения девушки и сам стал не столь упорным в своем мнении. «А как вину свою признали?» «Ну, не знаю, конечно, признавать, потому что я разворотился, я на завершающий год». Теперь в дорожном происшествии предстоит разобраться с автоинспектором. Алина Мусина, Написами Ниазова, Адельму Лахметов, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 8-98-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.